Привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем рассказ про наши сувенирные полочки. В основном сувениры, привезенные из Великобритании, но также есть какие-то там из Италии, Испании. Вообще это мамин такой иконостас, как сказала наша родственница. Очень интересно и подолгу тут можно зависать над всем и рассматривать. И сегодня мама расскажет про какие-то основные моменты. Поэтому поехали! Привет! Да, это моя полка, с которой все начиналось. Куплено это все в УКе для книг, но половина книг убрана. И в результате полка была заполнена сувенирами. Вообще-то это все не люблю, но куда деваться, куда это все девать? Да, мама у нас минимализм любит, но это вот как бы из всего того, что у нас, допустим, в зале вот два шкафа, стол и вот только полка. Ну, еще есть диван и торшер. А, еще картина вот у нее красивая. Ну, сейчас с трех семейных фотографий. Вот наши три. Раз, два и три. Тут Насте годик, Сташа три. Это мы ездили к моим родителям в гости, к моей маме и папе. Я и мой муж. Это, значит, Насте пять, Сташа семь с мамой и папой. И последняя фотография, это уже девяносто первый год. Насте десять, Стасу двенадцать. И ваша последняя фотография, после которой... Развод. Ну, ладно, это так. Вот фотографии уже все выцвели в садике, их фотографировали. Тут Стасу шесть, Насте четыре. Ну, вот Стасу в Париже. Тут он чему-то радоваться, получил диплом, по-моему. Это мой брат, его зовут Стас Станислав. С 2007 года я начала ездить к сыну в Англию. И вначале мне, конечно, хотелось покупать всякие сувениры. Потом все меньше и меньше я стала это делать. Вот помню, что первое, что я купила, вот эти, наверное, кружки. И вот все с английским, как бы, флагом. Вот оно все на полочке и стоит. Это железные банки. Это, правда, фарфоровая с головой. И вот это тут было печенье. Сейчас просто пустые баночки, ну, как бы в одном стиле тут все. Вот, нотик, который уже пора выкинуть, наверное. Вот, потом, значит, начали мы покупать чайни всякие. Что? Чаи. А, чаи. Вот, допустим, вот эти еще даже не начатые. Это при музеях продают, в центре сувенирные, в общем. Вот таких баночек аналогичных. У меня, наверное, штук 20-30 в кладовке. А где они? А в кладовке? В кладовке, в коробочке. Ну, не выкинешь же тебе. Устала, мама. Тебе штук 5. Да, конечно. От такого нагроможения. Изобилия. Тебе штук 5 отнесла. Ну, кстати, один из таких чаев мне нравился. Ну, вот мне пока не один. Вот были более вкусные. Вот здесь, вот в этих, что интересно, в этих коробочках всякие чаи, которые мы когда ездили в путешествии и в отелях жили. Нет, я не все брала. Вот там, ну, допустим, стоит несколько чаев там. По одному пакетику мы выпьем, а остальное надо бы все забрать. А ты покажи. Но все мы не забирали. Мы забирали так скромно половину где-то. Ну, некрасиво все забирать. Половину, может быть, оставляли, но что-то забирали как бы на память даже. Вот все время разные. В общем, из всех поездок. Пука – это я. По немножечку. Выставки, я помню, приночила. В общем. Из всех понемногу. И вот в результате опять же стратегический запас. Прикольно было. Пука. Мы с моей подружкой долго ржали над этим названием чая. Ну, ладно тебе. Ну, такие, например. Ну, конечно, не помню, какой чай из какого отеля. И они просто лежат для памяти. Давайте дай бэк. Ну, интересно. Ну, все. Не стоит перебирать. Кстати, однажды я какой-то из этих чаек предложила своим друзьям. И они стали пить и сказали, он соленый. Представляете, даже есть соленый чай. Никогда не слышала об этом. Вот эти часы. Ты не помнишь, в каком городе мы купили? В одном из городов Англии. Не помню, в каком-то Чарити. В Чарити, да. Кормовали? Нет? Нет. На севере. В Шотландии? Где-то мы... Нет. Мы пытались понять, где тут вставлять батарейку. Очень долго крутили. И продавщица нам не могла помочь. А, циферблат. Потом, да, оказалось вытащить циферблат. Ну, в общем, они сейчас остановились. Но вообще долго служат мне. Надо батарейку пить. Но они из Чарити, да? Да, но они такие фарфоровые. Ну, красивые. А это какой? Ну-ка, покажи в подошву. Нет. А, нету? Английский фарфор? Непонятно какой. Но мне нравится. Но мне тоже нравятся эти часы. Наверное, это самое главное, что мне нравится со всей этой тюрьки. Ну, вот из Шотландии привозили, конечно, как всегда. Тут печенье было. Тут тоже печенье. Вот это у них собачка. Фирменная шотландская. Такие у них моды. А, ну вот тоже они, эти же собачки. Нет. Да? Все это, ну не знаю, все это печенье, все куплено ради вот этих баночек. Так же, как вот это. Мама у нас по жестяным баночкам. Профи. Стаканчики, вот рюмочки. И по кружечкам. По одному фунту помню. Ну, собственно, это я в подарок привозила, но не дошло до того, как... Некому было дать. Уже было некому дать, да. Так. Ладно. Ну вот, да, еще из Шотландии привезен вот этот. Уже рассказывали про него, про эту игрушечку. Вот, Мишка, это Настя, она первая, наверное. О, это мой первый сувенир, привезенный вообще из Лондона. Впервые я побывала там в 2005 году, и я его купила. И где я его только с собой потом не возила, но чаще всего он у меня в машине, да, стоял. А вот тут случайно у нас попались фотографии из Италии. Это я в Италии была, да, в Венеции и Венеция. Ну, тогда я привезла всего пару сувениров, две фотографии и две вишенки. А вот это магнитик, кстати, на холодильнике. Ну, я не люблю на холодильнике магнитик. А вот еще магнитик. Да, а это мой последний поездка Уэльс, герб. Герб Уэльса, да, всего. Keep Calm and Carry On. Carry On написано по-уэльски. А вот еще, смотри, кошелек. Подождите. Я помню. Я еще магнитики покажу. Два. А вот. Тоже, даже не вытащены. Стоят уже несколько лет. И не отдавай никому, они красивые. Нет, они красивые. Но на холодильник я не хочу, не люблю. Покажи вот это вот. Красиво. Ну, вроде бы хотелось сувениров. Ну, пусть у нас будут сувениров. Но потом мы поняли, что... Я поняла, что все не скупишь. И сувениры никому не нужны. И куда это все девать. Никто не ценит. Копилка с Елизаветой. Это я покупала в Паумбленде. Что-то мне так захотелось. Вот, Настя мне тоже привезла хороший подарок. Тут было печенье очень дорогое. Что-то там 12 фунтов, по-моему. Но тоже ради баночки. Шоттенбред. Печенье шотландское. Шоттенбред. А вот это я даже не помню. Ой, а это мне хозяйка, у кого я выгуливала собак, подарила на Рождество в позапрошлом году. Я как раз ехала, летела домой и привезла домой маме угоститься. А вот Настя на елке, которая ангелочками любимыми. А, кстати, да. Я в детстве любила собирать вот ангелочков всяких. Маски. И маски карнавальные в Венеции. Я все время грезила венецианским карнавалом. Хотела туда попасть, но так до сих пор и не попала. А вот смотри-ка, в этом. Это было? Нет, вот этим. Камдентаун. Ковенгаден. Неформалы-то где? Камдентаун. Камдентаун. Вот там эти божьи коробки. Это тоже магнитик, но он отпал. И мне так она понравилась. Я тоже купила за один пункт на том рынке. Ну, пусть тут сидит. Ой, ну, вот Биг Бен. Он светится, там батарейка должна быть вставлена. Вот часы, которые в Канаре Ворф. Очень много таких часов стоят прямо на асфальте. Да, 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 опять что-то. Красиво. Вот Вестминстерское грабадство. Каверский мост. А это мы с братом, со Стасом, покупали в мою первую поездку. В 2005 году мы ездили в Бат, Ливерпуль, Блэкпул. И всё вроде бы. Вот в Ливерпуле Yellow Submarine. We will live in the Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Учили мы в школе песню группы Beatles. Потому что они базировались в Ливерпуле. И вот там был музей. Мы, правда, в него не попали. Но в Ливерпуле. Из Ливерпуля вот он мне решил сделать такой подарок. Купил на память сувенир. Ну, хорошо. Ну, вот тоже Таорский второй мост. Не знаю откуда. А это я тоже не помню. Я-то не стеклянно не покупала. Ну, может, я где-то. Ну, Стас, может быть, привозил. Может быть, да. Ну, и вот ещё одна. О, Титаник. Из Белфаста. Титаник. Это был музей, да? Музей Титаник. И там мы купили. А вот как мне нравятся вот эти баночки. Тоже печенье было. Я их просто обожаю. Вот. Как вот. Хоть с песнями. Прямо мне так нравятся. Не знаю. Мама у нас по Лондону. Подносик, да. Ну, не знаю. И вот ещё подносики, которые мне очень нравятся. Раз. И где-то ещё такой же. Ой. Ну, а вот. Вот это. А, они одинаковые. Только размеры разные. Угу. Ой. Картина висела у нас, собственно, в твоей комнате. Потом ремонт делали, мы её сняли. Так я тут поставила и стоит. А у меня такая картинка в моей первой комнате висела в Лондоне. А. На Сосфинс. Ну, в основном полк это для книг. Вот это Настя на все книги учебные. Культурология. Наш. Да, наш. Академию культуры у нас тут окончил. Да. Прежде чем два университета в Лондоне. Ой. Ну, зато было весело, интересно учиться с англичанами. Почему нет? Ладно. А вот автобус. Что было, то было. О, это я столько подарки привозила детям своих знакомых, родственников. Вот три символа английских, которые продаются, как у нас матрёшка, там, балалайка, ещё что-то. У них двухэтажный автобус, телефонная будка и почтовый ящик, которые стоят везде у них на каждом углу. До сих пор. До сих пор. Есть красного. А вот альбомы 90-е в основном годы, где все фотографии, которые были сделаны первыми мыльницами, до тех пор, пока не появились вот эти телефоны. Но мы их сегодня показывать не будем. Нет. Там их мульон. Мульон, окей. Ну, там тоже твои книжки. Ну, книги я оставила. А куклы? Куклы. Это вот тебе подарила на день рождения подруга, да? Да. Это из Кирова привезли матрёшку. А, да, я помню, ездили на Киров. А вот эту из Австрии. Ой, мы ездили в поездку в Испанию на автобусе. Я вот не помню, что это в Австрии куклы. И мы ночью ехали, у нас был ночной. А, где-то мама в магазине, пока в туалет выходили, мама купила. Там работал магазин, там этих кукол сидело, наверное, штук 200 разных-разных расцветок. Там так чисто, так тихо, так спокойно. Я просто была этим магазином большим, восхищена. И мне так захотелось там что-то купить. Вот купила эту куколу. Не жалею. Только она сидит плохо. Ну, вот Мишка и Заня. Ой, Челси хочет эту куколку. Челси смотрит, говорит, дайте мне куколку. Я люблю куколок грызть. Все. Ну, немножко поиграй, и я уберу. А то ты отгрызешь все. Мне она нравится. Кукла из Австрии. И Челси она нравится. Так. Еще вот мне нравятся... Еще мне нравятся вот такие досочки. С таким шрифтом, как я уже говорила. Они такие, как... Ну, я не знаю. Просто декоративный чай на них можно, допустим, поставить. А это подносики, наверное. Типа. Ну, и вот эти вот баночки. Тоже прелесть. Это как... Тоже ручная работа какая-то. Это дизайн. Леонардо, что написано? Лайфстайл. Куплены в Чарити. Но если бы они были куплены в обычном магазине, то они очень дорогие. По-моему, 6 фунтов одна. Это по фунту. Вот. 5,25 за 6 штучек. В Корнвале, наверное? Нет. А, да. Точно. Это в каком-то городке. Настя еще мне говорила, и это ты такую тяжесть потащишь. Я ей пыталась доказать, что это такая ценность для мамы. Что написано? Тмин. Орегано. Ну, в общем, всякие специи. Очень понравился этот дизайн. Курочки такие. Ну, вот, пожалуй, и все, что у нас есть из сувениров. Еще у меня, наверное, куча всего. Конечно. Но я их не выставляю. У меня в доме минимализм. Да, и у меня бы тоже я бы хотела. Но я, наверное, половину беру, потому что очень быстро. В общем, вот это все, что было привезено за 12 лет. С половиной моих поездок. И вряд ли уже придется ездить. Хотя, может, и чудо какое-то случится. Ну, вот, это и все, что есть у нас на сегодняшний день в квартире мамы. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok